Вчера в Верхней Пышме наблюдалось редчайшее явление, подобного которому не припомнит ни один Аксакал, явление Бурана. Ну ладно, Бураны у нас случаются, хотя летом никогда. Но вот Байкала точно не бывало. На территорию музейного комплекса военной техники после 800-километрового марш-броска прибыло изделие 2.0.1 Байкал. Третий летный экземпляр из пяти запланированных в проекте «Энергия Буран» — единственный сохранившийся в России. Самый первый Буран, тот самый, который 15 ноября 1988-го, был выведен на орбиту сверхмощной ракеты «Энергия». И после двух витков вокруг Земли в полностью автоматическом режиме вернулся на космодром Байконур на том же Байконуре и погиб в 2002-м году, когда обрушилась крыша монтажно-испытательного корпуса. Второй экземпляр изделия 1.0.2 «Буря» все еще хранится в музее на Байконуре, и это собственность Казахстана. Ну а третий — это тот самый «Байкал» изделие 2.0.1, который и приехал вчера в Верхнюю Пышму. Он замечателен тем, что в 1994 году именно на нем должен был состояться первый пилотируемый полет в космос. Командир Игорь Волк, бортинженер Александр Иванченков. Но развал Советского Союза и последовавшая разруха в головах привели к тому, что в 1993 году при готовности изделия от 30 до 50% работы были прекращены. То же случилось с едва начавшейся сборкой 4-го и 5-го экземпляров проекта «Буран». Построенный специально для перевозки «Буранов» самолет Ан-225 «Мрия», самый большой и самый грузоподъемный за всю историю человечества, в феврале 2022-го был уничтожен украинской артиллерией при обстреле, занятого нашим десантом, аэропорта Гастомель под Киевом. Наш, теперь уже наш Буран-Байкал, до 2004 года обитал на Тушинском машиностроительном заводе, где, собственно, и строился. Оттуда его выгнали на причал Химкинского водохранилища. В 2006-м его за 100 тысяч долларов перепродали фармацевтической компании чисто для спекулятивных целей. В 2011-м перевезли по Москвореке на аэродром Жуковский и выставили на авиасалоне «Макс». В полупокрашенном виде, только с одного борта. В апреле 2022-го увезли в Калужскую область, в город Медынь, в музей техники Вадима Задорожного. И вот сейчас он оттуда снова перебрался в Москву, в аэропорт Жуковский. Оттуда по каналам Москвы, по Волге и по Каме до Перми, а затем на платформе по Пермскому и Серовскому тракту, с которых из-за негабарита несколько раз пришлось съезжать, чтобы по деревенским дорогам обойти мосты, под которыми не проходил груз высотой 6,5 метров на трейлере и весом 56 тонн. Буран, в конце концов, так и доехал до Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Вчера аппарат, совершивший в свое время переворот по своении космоса и превзошедший во многом американский Space Shuttle, совершил еще один переворот. Сюда он приехал на спине, отчего со стороны носа напоминал то ли бультерьера, то ли акулу, расплывшуюся в улыбке. Перед тем, как встать обратно на носовую стойку шасси, он вертикально вытянулся во все свои 36 метров, заодно слив накопившуюся в фюзеляже воду. Встав в нормальное положение, корабль мгновенно напомнил о своем преимущественно военном назначении и «Звездных войнах», своим суровым видом, напоминающим чем-то «Звезду смерти» и имперские истребители. Теперь верхнепышминские музейщики в течение ближайших двух лет будут заниматься восстановлением Бурана Байкала, чтобы к 2026 году, нет, не летать на нем с пассажирами по экскурсионным маршрутам вокруг мегаполиса, но дать возможность каждому побывать в кабине и бытовом отсеке на 10 членов экипажа. Стоит задача именно реставраторов и экспозиции для того, чтобы с одной стороны Байкал, он, так скажем, следы вот этого бытования на нем остались, но при этом у него была и парадная сторона, красивая, так как он должен был выглядеть, чтобы у людей, у посетителей музея создавалось впечатление, что это часть великого нашего прошлого, великого наследия.